И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 10 марта и в своем последнем обзоре я хотел бы обратить внимание на один всего лишь небольшой участок фронта на Украине, а именно в районе Харькова, а еще более точно в восточнее Харькова, где как я вижу назревают очень интересные события. Как вы помните, буквально несколько дней назад закончилось такое Изюмско-Балаклейское сражение, в котором Россия Российская армия смогла прорвать фронт украинских вооруженных сил на линии Изюма и отбить контратаку противника на Балаклею. И вчера и сегодня сказал, что результатом вот этих событий станет скорее всего ускорение наступления российских войск на этом направлении. И вот сегодняшние новости говорят о том, что мои предположения начинают сбываться. Итак, что же произошло? Сегодня утром ВКС Российской Федерации нанесли очень точный удар по СБУ города Чугую, где был сосредоточен штаб территориальной обороны города. Город, по сути, уже полуокружен российскими войсками, а местная территориальная оборона, усиленная бронегруппами из Харькова, пытается сформировать узел обороны, аналогичный изюмам. Понятно, что как изюм у них там не получится ничего, тем не менее, узел обороны формируется довольно серьезный. Также российские войска, пытаясь развить тот успех, который они достигли на западных окраинах Балаклея, они пытаются продвинуться вперед в сторону Змеева. Но самая интересная новость пришла сегодня днем. Один из местных харьковских депутатов сообщил, что российские войска появились в районе Малой Рогани. А это значит, что данная российская колонна заходит в тыл Чугуева, отрезая его от Харькова. И таким образом Чугуев становится полностью блокированным, а дальнейшее движение данной колонны на юг выведет ее в район Змеева, где она может соединиться с наступающими ей навстречу российскими войсками и таким образом по факту закончить окружение Чугуева. А еще охват Харькова с востока и юго-востока. Это по большому счету даже и с юга. Если действительно все будет идти по этой схеме, то в ближайшие дни мы увидим сражение в данном районе, в результате которого либо Российская Федерация обложит уже Харьков с востока и с юга, либо украинским войскам удастся удержать свои позиции и Чугуев может превратиться в еще один Изюм. В общем, вот такие вот интересные события стали следствием окончания Изюмско-Балаклейского сражения, очень неудачного для ВСУ, которые потерпели в нем двойное поражение. Им не удалось удержать российскую группировку на линии Изюма и не удалось провести контрудар по направлению Балаклей. И теперь вооруженные силы Украины и Харьковский гарнизон пожинают плоды. Вот это примерно то, что случилось за последние несколько часов. Также идут бои в районе Киева, очень серьезные бои идут в районе Бахмутки, где Луганское народное ополчение пытается прорвать фронт противника и в районе севера Донецка. Но об этом подробнее мы уже с вами поговорим в завтрашнем обзоре, который скорее всего выйдет не утром, утром будет тоже очень интересная тема, а уже днем. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. На этом пока все, до свидания, ну и уже наверное до завтра.